Евгений Алексеевич, много на самом деле. Конечно же будем обсуждать то, что происходит в Соединенных Штатах в контексте визита президента и так далее, но начать бы хотел с другого. Дело в том, что Путин провел закрытое заседание Совета Безопасности. И вот постфактум мы уже узнали, о чем собственно там шла речь. Все очень просто. Они хотят обновить ядерную доктрину и внести некие изменения. Вот я хочу просто прочитать несколько месседжей из заявлений Путина. Российская Федерация может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы. Далее, ядерная триада России остается важнейшей гарантией ее безопасности, а также инструментом поддержания баланса в мире. Далее, уточнение основ госполитики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Беларуси как участником союзного государства и нападение на Беларусь Россия тоже будет отвечать ядерным оружием. Самое главное, агрессия против РФ не ядерного государства, но совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию. Россия оставляет за собой право применять ядерку, если союзники будут атакованы. Я хочу вас спросить, это игра на опережение, ведь Зеленский встречается с Байденом и, конечно же, среди прочего вопрос о предоставлении дальдобойного оружия, чтобы поражать цели на суверенной территории Российской Федерации, будет рассматриваться как никогда уже face to face лично. Это вопрос, и вот здесь просто добавлю, реакция украинской власти уже появилась. Господин Ермак, глава офиса, заявил, что кроме ядерного шантажа у России больше нет ничего, никаких других инструментов устрашения мира, эти инструменты не сработают. Но это заявляет господин Ермак, а на Запад. Подействуют эти инструменты, вот этот шантаж? Ну, я не западный политик, мне очень сложно за западных политиков говорить и особенно за западных лидеров высказывать свое отношение с заявлением господина Путина, если его еще можно называть господином. Но мне совершенно очевидно, что это шантаж. Шантаж, при котором, знаете ли, шантажирующий оставляет для себя заднюю дверь приоткрытой. Смотрите, он говорит массированный удар ракет и БПЛА. Массированный удар. Во-первых, что такое массированный? Кто-то скажет, что массированный, это когда три ракеты полетело или десять ракет полетело. Или все-таки массированный удар, это вот как россияне дорогие иногда лупят по городам Украины, выпуская сотни шахедов, сотни вот этих вот шахедов, они же герани, да, беспилотников, камикадзе, да, и одновременно пускают и крылатые ракеты разных моделей, и баллистику, и общий счет там идет на несколько сот иногда. Правда? Вот это массированный удар. В случае чего, когда Путина свои же ястребы обвинят в том, что ты же, Владимир Владимирович, там обещал скорректировать, чего же не корректируешь? А он сразу через эту заднюю дверку-то и шасть куда-нибудь туда, в другое место, из этого другого места скажет. А я же сказал массированный, а это не массированный, да. Любопытная история еще. Ответственность надо поделить с батькой Лукашенко, да, и вы извините, дорогие, я все время забываю, уважаемые, дорогие белорусы, вы не любите, когда вашего диктатора Лукашенко пытаются его еще прячь в одну упряжку и сказать, что, мол, все с Александром Григорьевичем согласовано. В случае чего, если что не так, это он будет виноват, да, у него сделано в крайнем. Но, да, конечно же, совершенно четко просчитывается попытка возложить вину за возможную ядерную эскалацию на Украину. Сказать, что вот, пожалуйста, Украина не ядерная держава, но при помощи и при содействии ядерной, предположим, Соединенных Штатов или Великобритании, возможно, что Соединенные Штаты не помогут, а англичане помогут. Или Франции. Мы же не знаем, например, очень мало у нас разговоров идет о том, а какая номенклатура разного рода военных изделий, боевой техники и вооружения, которые Франция поставляет. Там тоже может в один прекрасный день оказаться какое-нибудь ракетное оружие, которое сможет долетать до территории Российской Федерации. Тем более, что вот в этой самой уточненной ядерной доктрине Российской Федерации ничего о дальности полета этих ракет, о том, на какую глубину они должны прилететь, не говорится. Понимаете, здесь какая казуистика. Я напомню, дорогие друзья, к украинцам прежде всего обращаюсь. Ведь Запорожье, Херсонщина, я не говорю уже о Донецкой и Луганской областях, Крым, они все объявлены неотъемлемыми территориями Российской Федерации. И, условно говоря, там идет война. Где-нибудь в реальной жизни эта война разворачивается на территории Донецкой области. Ну вот, посмотрите, бои, где сейчас идут? В районах Торецка, Покровского, Углидар. Это же все с точки зрения формальной казуистики. Это все территория России. И, условно говоря, залп хаймерсов, я не знаю, там, сколько там, по шесть ракет на установке. И, предположим, несколько установок запустят, там, пару-тройку десятков ракет. Вот тебе, пожалуйста, массированный удар по территории России. То есть, в конце концов, любую ракетно-артиллерийскую дуэль можно будет объявить массированным нападением на Россию при участии тех стран, которые поставили соответствующую систему оружия, боевую технику, те же самые РСЗО. То есть, тут такие просторы открываются для манипулирования фактами, для манипулирования, простите, общественным сознанием, что просто диву даешься. Но ведь, понимаете, здесь есть одно но. Мы знаем, что ближайшие союзники, или, скажем так, партнеры Российской Федерации, потому что у меня, в общем, язык не повернется Индию называть союзником. Фактически она сейчас партнер, скорее, Российской Федерации. Да и Китай. Союзник не союзник, старший партнер, скажем так. Но мы же прекрасно знаем, это было публично сказано, это предупреждения были сделаны фактически в открытую. И МОДИ, премьер-министр Индии, и председатель КНРС дали понять очень четко Владимиру Путину, что они не приветствуют перехода ядерной эскалации конфликта. Они не одобряют и сам конфликт. Надо лишний раз об этом напомнить. Вот формально ни Китай, ни Индия не поддерживают российскую агрессию против Украины. Другое дело, что там дальше начинается всякая словесная дипломатическая казуистика, всякие оговорки и так далее, но никто из них не говорит, что мы, да, мы хотим победы России в этой войне. И уж точно они не хотят применения России ядерного оружия. И это очень мощный, на мой взгляд, политический фактор сдерживания. Ну и потом, послушайте, вот давеча взорвалась внутри пусковой установки, точнее пусковой шахты при испытаниях ракеты «Сармат», которой Россия убила мир уже там сколько лет. Выясняется, что не взлетело это на испытаниях ракеты. Я об этом не раз говорил уже и готов биться об заклад, что всякий раз, когда Путин начинает или его подельники начинают брицать ядерным оружием, на самом деле у них под ложечкой-то сосет, у них, грубо говоря, очко-то играет, они думают, а вдруг и в условиях, приближенных к боевым, что называется, и в ситуации реальных боевых действий, наши ядерные ракеты вот так же начнут не взлетать, а взрываться прямо в пусковых шахтах. Где есть гарантия, что вообще у нас эти самые ядерные боеприпасы находятся в рабочем состоянии? Испытания-то сколько не проводилось? Уже больше 30 лет. Риски невероятные. Не говоря уже о том, что сам запуск ядерной ракеты или использование ядерного боеприпаса – это многоступенчатый процесс на самом деле. Не верьте тем, кто говорит, что Путин на кнопку нажал или вытащил из-под этой кнопки какие-то карточки с кодами для пуска ядерных ракет. Это всего-навсего доступ к системе управления, в которую вовлечены десятки людей. И на любом этапе эта система может дать сбой. И такое уже бывало. Мы знаем из истории, как были ложные тревоги еще в советское время. И ответственные офицеры стратегических ракетных войск стратегического назначения принимали решение остановить процесс запуска ядерного оружия, потому что сомневались в том, что тревога реальная, а не является последствием ошибки компьютера или каких-то других сбоев в работе системы. И в данном случае Путин не может исключать того, что где-то в этой цепочке найдется человек, который просто откажется выполнить приказ на уничтожение человечества, по сути дела. Поэтому, знаете, вот от этих шантажистских политических заявлений до реальной реальности дистанция огромная, я так считаю. Евгений Алексеевич, а вот позвольте такой вопрос, потому что я недоумеваю. Может, вы поможете разобраться. Вот смотрите, России помогает Северная Корея и Иран ракетами, шахедами и так далее. Украине помогают европейские союзники и Соединенные Штаты Америки. И вот есть Россия, у которой недостаток ракет. Она его восполняет за счет запасов на складах с боеприпасами в Северной Корее и Иране. То есть эти страны помогают России. И они не переживают, что ядерка может прилететь по ним, от Вашингтона, скажем так. Но Вашингтон очень обеспокоен тем, что ядерка России может прилететь по Вашингтону, может прилететь в Мадрид, в Берлин, в любой другой европейский город, если вдруг мы что-то где-то там сделаем и как-то уж слишком много поможем Украине. Это первое. Теперь второе. Прилетает российский Искандер. Он, его разбирают украинские специалисты, он на 80% состоит из западных комплектующих. Тайвань, Америка, Польша, Германия, Франция и так далее. Ну написано Made in Russia, сделано в России. Можно вот эту ядерную доктрину Путина обходить как угодно. То есть к чему я это все веду? Можно просто взять ракету западного образца, написать Made in Ukraine или Zroglan в Украине и пустить ее по России. И это ракета, которая была произведена в Украине. Хотите играть в такой цирк? Давайте мы будем тоже играть в такой цирк. Но Запад очень сильно боится этого. Вот Россия со своими союзниками идет на пролом. Запад очень сильно этого боится. Я хочу спросить, а почему так? Можно ли вот эту несправедливость как-то исправить? Для того, чтобы ее исправить, нужно быть более решительным? И тогда все получится? Ну, вы знаете, мне тоже часто задают вопрос. А почему, в конце концов, Украина, это немножечко другой вопрос, но он из этого же ряда. А вот почему Украина не пошлет всех этих американцев с англичанами нафиг? Возьмет то оружие, которое у нее имеется, уже поставленное, и не применит его по тем объектам, которые считают нужными поразить где-то в глубине территории России. Значительно дальше, чем разрешено предыдущими договоренностями с Лондоном или Вашингтоном. Ну, вы знаете, я так вам скажу, что, конечно же, конечно же, порой, вот не в данном конкретном случае, который я описал, Ну, а во многих случаях, когда вы помните, например, после первой серии удачных попаданий украинских дронов, украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам и складам горюче-смазочных веществ, хранилищем нефтепродуктов, в Америке заговорили, ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо так поступать, мы это не одобряем, мы за то, чтобы избегать такого рода решений, это может повлиять там чуть ли не на нефтяные цены, на цены на нефтепродукты, бла-бла-бла. А Киев свою линию гнул, а Владимир Зеленский свою линию гнул, эти удары продолжались, они оказались явно плодотворным способом сдерживать Россию. Что называется, укоротить руки агрессору, потому что нехватка ГСМ во время войны, это, ой, какая больная логистическая проблема, да. И вы знаете, вот я вспоминаю, например, историю государства Израиль, да, которые уже 85 лет вообще воюют, если называть вещи своими именами, там, с небольшими перерывами, но фактически вот война с арабскими соседями, не со всеми, но как минимум с некоторыми из них, идет аж с конца 1947 года, вот когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о разделе подмандатной Британской Палестины на два государства, еврейская и арабская, израильтяне, скрипя сердцем, они еще израильтянами тогда не назывались, но евреи тогда, скрипя сердце, согласились, а арабы сказали, нет ни за что. И тут же пошли войной на протогосударство, на так называемый Иешу, как тогда называли будущее еврейское государство, вот, и проиграли, да. И с тех пор очень много в истории государства Израиля возникало случаев, когда Запад что-то не одобрял, когда Запад давил на Иерусалим и требовал от израильских властей, от правительства избегать каких-то жестких решений, каких-то военных решений, которые Израиль вынужден был применять в отношениях со своими соседями, но они свою линию гнули, они шли на риск и, как правило, выигрывали. Это очень важный урок, который, мне кажется, нужно всегда помнить и украинской власти, и украинским лидерам, и украинскому политикам. Но тут перегибать тоже не стоит. И вот когда мне говорят, а почему мы не можем взять, что называется, жить по принципу дальше, что хочу, то и ворочу, Но я говорю, что, ну послушайте, все-таки Украина стремится стать полноправным членом европейского сообщества, полноправным членом североатлантического сообщества, а там все-таки нужно жить по законам, в соответствии с писанными и неписанными правилами и договоренностями, в соответствии с подписанными соглашениями и с устными соглашениями, которые не ложатся на бумагу. Так что вот так вот, вот так вот я вам скажу. А что касается каких-то чисто тактических угловок, ну почему нет там? Взяли ракету, написали, что made in Ukraine, да, и ударили этой ракетой куда надо. Только такие решения надо принимать, я бы сказал, точечно. Должен быть аккуратный, точечный подход, чтобы можно потом было сказать, а мы тут при чем? Нас там нет. У России тоже иногда надо кучему учиться. Вот такой вот бесстыжей наглости порой говорить, а это не мы, а мы тут ни при чем. А нас там тут не было. А нас не стояло. Иногда помогает. Правда. Согласен, Евгений Алексеевич. Что касается визита президента в Соединенные Штаты, его встречи, главные заявления, выступления на гимн-ассамблее, встреча с Джозефом Байденом, и, конечно же, с Камалой Харрисой и Дональдом Дропом, который не состоится, я так понимаю, потому что республиканцы обозлились на президента. То есть там, во-первых, предлагают расследовать вообще его визит, потому что он, по мнению определенной части республиканцев, якобы влияет на выборы. То есть якобы этим визитом президент Украины влияет на выборы, поддерживая демократов. Его визит в Пенсильванию, встреча с работниками завода и так далее. Все это часть республиканцев рассматривает именно так. И Дональд Трамп отказался с ним встречаться. По крайней мере, пресса об этом пишет. Далее у нас план победы и просьба Зеленского предоставить больше и больше для победы Украины в этой войне. Хочу вас спросить, какие у вас общие впечатления и какие у вас ожидания? То есть что мы можем постфактум в сухом остатке получить от визита президента Зеленского? Возможно, проблемы, о которых говорят республиканцы. А может выудить, сможем, что-то хорошее для себя? Ну, послушайте, знаете, вот чисто эмоционально, наблюдая за тем, как порой нападают критики на Владимира Зеленского, вот чисто эмоционально, наблюдая за тем, как его критикуют по принципу «было бы за что, вообще убили бы», мне становится обидно за Владимира Александровича. Особенно вспоминая о том, как его обожали, как его носили на руках. Ну, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что это для украинских граждан такой вид национального политического спорта. Сначала любить пламенный, вот что называется, в обнимку, в засос любовью, а потом немедленно разлюбить и начать ругательски ругать. На самом деле, друзья, ну, столько раз это было. Столько раз это было. Как любили Виктора Андреевича Ющенко, и как его разлюбили в пух и прах. Как любили Юлию Владимировну Тимошенко, и как, опять-таки, разлюбили ее до такой степени, что даже неприлично было. Помните, ее только-только из тюрьмы выпустили. Она еще передвигалась в инвалидной коляске. Три слова сказала, может быть, не самых к месту слова на Майдане тогда, вот сразу после освобождения. Ну, в конце концов, можно было простить человека, в тюрьме просидел там не один год. Могла просто не понимать. Мы знаем массу случаев такого рода, когда люди, выйдя из тюрьмы, проведя много лет в несвободе, потом просто не успевали понять, как изменилась страна, как изменился мир, да, как изменился мир, да. Вот, нет, засвистали тогда. Тоже мне было даже немного неловко. Я очень хорошо помню эту сцену. Я тоже, да. Как Петра Алексеевича разлюбили. Проголосовали сначала большинством голосов первого тура. Два случая же было всего в истории Украины. Покойный Леонид Макарович Кравчук выиграл выборы с первого захода в первого туре. И вот тогда, в 2014 году, Порошенко. Полгода не прошло, на парламентских выборах уже облом, да, помните? Яценюк с его национальным фронтом выигрывает на парламентских выборах. А Порошенко все уже не любим, не оправдал. Ну, это демократия, с другой стороны, это демократия. В демократии закон не писан, такое тоже бывает. Короче, что я хочу сказать. На самом деле, мне кажется, что некоторые говорят, вот Владимир Зеленский капризничает. Владимир Зеленский не к месту, иногда какие-то вещи говорит слишком жестко, слишком порой, может быть, даже обидно для тех стран и их лидеров, которые искренне хотят помочь Украине, когда он начинает, предположим, ругать западных лидеров за то, что они недостаточную помощь оказывают. Я об этом размышлял, и вот правое слово, поверьте мне, у меня такое ощущение, что когда Зеленский говорит жестко, когда он выступает, казалось бы, неуместно эмоционально, на самом деле он действует, исходя из вполне холодного прагматического расчета. Он понимает, что вот сейчас тот момент, когда нужно, ну, образно говоря, ткнуть носом западных партнеров в то, что они иногда не сдерживают свои обещания, что иногда у них дела расходятся со словами, то есть, скажем, слова расходятся с делом. Ну, так вот, положа руку на сердце, мы очень часто слышим из уст западных лидеров, что они будут с Украиной до конца, что они во всем и всегда будут Украину поддерживать. Ну, ребят, ну вот я смотрю там, когда это было вчера или позавчера, КАП, когда прилетел и прямо круглую дырку проделал в многоэтажном жилом доме в Харькове, да? Вчера. Вчера это было, да? Ну, который раз уже, простите меня, дорогие краковчане, Я уже путаюсь. Столько раз я вместе с вами переживал вот эти вот жуткие человеческие трагедии, которые наступают после того, как российские агрессоры бьют то ракетами, то баллистикой, то крылатыми ракетами, то баллистикой, то теперь вот этими вот проклятыми КАБами бьют по мирным кварталам вашего города и других украинских городов, да? Ну, черт возьми, ну, в конце концов, положите на стол перед своим собеседником фотографии вот эти жуткие, которые мы то каждый день получаем, то из одного украинского места, то из другого. Скажите, ну вот это же будет продолжаться до тех пор, пока вы не предоставите нам больше самолетов, больше ракет, ракет более дальнего радиуса действия. Когда вы перестанете нас хватать за руки и за ноги и говорить, нет-нет, только не это. Это трагедия народа, которая будет продолжаться, и она будет на вашей совести. Уважаемые партнеры, уважаемые лидеры свободного мира. И какие вы, к черту, лидеры свободного мира, если вы допускаете вот такую геноцидную войну в начале 21 века? И понимаете, вот когда это делается в тот момент, когда фокус внимания мировой общественности прикован к Нью-Йорку, ну, я думаю, что это, может быть, очень даже и уместно. И не считайте меня зелеботом, уважаемые друзья. В конце концов, главное, чего я желаю Украине и украинскому народу, чтобы он выстоял и победил в этой войне. Спасибо большое. Меня, кстати, тоже иногда приписывают к таким, к зелеботам, так сказать. Евгений Алексеевич, хочу... Есть такой принцип, это из какого-то анекдота, из какого-то старого анекдота, когда подвыпивший мужик бьет свою жену, а она ему кричит, за что? А он ей отвечает пьяным голосом, было бы за что, убил бы. Вот этот уровень аргументации в критике, который идет от, скажем так, оппозиционно настроенных граждан в адрес то одного, то другого, то третьего политика, меня, честно говоря, иногда ставит в тупик. Вот сегодня во время одного из стримов примерно такая же была аргументация. Кто-то из наших зрителей говорил, что мы критикуем, потому что есть за что критиковать. Я говорю, хорошо, вы напишите, пожалуйста. А за что конкретно-то критикуете? Так и не написали. Не сомневаюсь, не сомневаюсь, Евгений Алексеевич. Хочу вас в заключении еще о чем спросить. Дело в том, что мы много обсуждаем, да, часто обсуждаем вопрос войны и мира, когда война закончится, что может этому предшествовать, как должны пазлы все сложиться, какие шестеренки должны заработать и так далее. И вот президент в Америке, в Штатах, он о чем ведь говорит? О том, что все мы как бы не понимаем, что мир сейчас ближе, чем он был ранее. То есть окончание войны уже гораздо ближе. А с другой стороны говорят о том, что это война на истощение, да, на десятилетия, как говорит Виталий Портников тот же. Одни говорят, что она закончится этой осенью в начале следующего года или там весной, когда чиновники уже покупают себе билеты, насколько мне известно, где-то в теплые края улетать отдыхать. А с другой стороны говорят о том, что нужно внукам приготовиться, потому что, ну, мы будем воевать еще очень долго. Вот какие у вас ожидания от всего этого? Возможно, вот нынешние реалии, так сказать, вас как-то подталкивают к каким-то мыслям по поводу того, далеко ли, близко ли окончание этой войны? Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы война действительно закончилась быстрее, чем мы предполагаем. И вполне вероятно, что в какой-то форме она может действительно закончиться быстрее, чем нам это кажется. Но, вот смотрите, я приводил сегодня пример Израиля. И еще раз хочу обратиться к новейшей истории Ближнего Востока для того, чтобы показать, ну, вот как все менялось. Вот когда случилась первая арабо-израильская война, когда соседние арабские государства категорически не хотели допустить самого существования государства Израиля, тогда на Израиль пошли все соседние страны, там Ливан, Сирия, ну, кто-то участвовал активнее, кто-то менее, в зависимости от своего военного потенциала и возможностей, и Ордания, и Египет. Ирак прислал какой-то там экспедиционный корпус. Сейчас не помню, возможно, были и саудиты там, опять-таки, в составе какого-то экспедиционного отряда, может быть, даже и какие-то другие арабские страны. Но вот такой был расклад во время первой арабо-израильской войны 1948-1949 годов, ну, а по-настоящему 1947-1949 годов. И это повторялось еще несколько раз. В 1957 году, когда Израиль, опять-таки, воевал с Сирией, Иорданией и Египтом, и в 1973 году, это повторилась история, когда была война с уже двумя государствами, заметьте, уже Иордания не участвовала в войне судного дня 1973 года, там были только сирийцы и египтяне. А еще несколько лет прошло, установился мир между Израилем и Египтом, и вслед за этим установился мир между Израилем и Иорданией, и уже границы Израиля с Египтом и Израилем с Иорданией стали, ну, может быть, не самого хорошего, не самого доброго, но достаточно прочного мира. Потом была история с войной в Ливане, когда Израиль вынудил, базировавшись там, организацию освобождения Палестины, по сути дела, экстремистскую организацию, исповедующую в том числе и террористические методы борьбы, под давлением арабских же стран уйти из Ливана и перебазироваться в Тунис, и это существенным образом улучшило ситуацию с точки зрения национальной безопасности еврейского государства. Но все равно это все менялось и продолжалось. И вот смотрите, сегодня уже случилась гражданская война в Сирии, и Сирия стала уже не до Израиля. И сейчас, смотрите, кто воюет с Израилем? Воюют экстремистские организации вроде Хамаса, исламского джихада, хизбулы, какие-нибудь хуситы иногда пытаются запускать ракеты в сторону Израиля из Йемена, уже драматическим образом изменился расклад сил. Я допускаю, что, возможно, будет нечто подобное. Какие-то прокси российские начнут воевать. То есть вернемся, условно говоря, к той ситуации, которая была между 2014 и 2022 годами, когда формально российские войска ни в чем не участвовали, когда они говорили, нас там нет, но их там нет, и тем не менее вели бои с вооруженными силами Украины вдоль тогдашней линии разграничения. Так, быть может, какие-нибудь будут пророссийские, экстремистские, христианские организации, бог его знает, какие-нибудь там православные дружины под командованием Константина Малафеева, православного олигарха, будут вести войну, а в Москве будут делать вид, это не мы, это они, это они там типа от рук отбились. Бог его знает. Напридумывают еще 33 разных способа продолжать испытывать Украину и ее западных союзников на терпение. Я думаю, что всякое возможно. Индивидуальный и групповой террор, проникновение каких-нибудь там террористических группировок через украинские границы с территорией там соседних стран. Откуда-нибудь из Приднестровья, условно говоря. Я не хочу сейчас обсуждать плохие сценарии, но я понимаю, что у Путина есть идея, которую он одержим. Что называется, если не подчинить себе Украину, то сделать так, чтобы жизнь Украины была бы невыносимой. Ну, конечно же, там сверхзадача его, это Украину поставить на колени, завоевать, подчинить себе, сделать ее опять, как когда-то, московским сателлитом. И он от этой идеи так просто не откажется. И тут я абсолютно согласен, но послушайте, на Западе огромное количество политиков еще не избавились, не исправились от дурной привычки считать Путина таким же политиком, как они сами. А он бандит из подворотния, бывший дворовый хулиган, который привык жить по понятиям, который на каждом шагу нарушает международное право, отказывается от подписи России под международными договорами и соглашениями, который плевать хотел на те обязательства, которые в свое время брал на себя Советский Союз, а Россия после распада СССР назвала себя его правоприемницей и взяла на себя обязательство нести ответственность за присоединение СССР к тем или иным международным договорам, договорам, простите, договорам, конвенциям, соглашениям, уставу ООН, в конце концов. Ведь на все успели наплевать, все успели нарушить. И сейчас говорить о том, что Россия сможет держать слово, отвечать за свою подпись под каким-то соглашением. О, камон, что называется. Прекратите тянуть меня за ногу. Стоп пуллин май лэг, как говорят англичане. Послушайте, Россия, как вот заметил сегодняшний мой один собеседник, известный бизнесмен Евгений Чичваркин. Посмотрите, кстати, хороший разговор получился, выложено уже это видео у меня на канале. Вот Чичваркин правильно сказал, когда речь идет о каком-нибудь выгодном для Газпрома или для Роснефти проекте строительства газопровода или нефтепровода куда-нибудь через Иран к Персидскому заливу, вот тут, будьте уверены, Россия будет выполнять свои обязательства. А в остальном она действует по принципу «Я хозяин своего слова». Хочу – даю, хочу – забираю обратно. Евгений Алексеевич, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Всегда приятно, всегда очень интересно и всегда профессионально. Берегите себя. Спасибо большое, Юрий. Спасибо, я всегда в вашем распоряжении. И надеюсь, что мы с вами по лайку заработали. Евгений Алексеевич, спасибо огромнейшее вам за эту беседу. Всегда интересно, всегда профессионально. Всегда вас с радостью жду в эфирах, когда у вас появляется свободное время. Юрий, я со своей стороны только хочу вас поблагодарить за интересный разговор, за меткие и точные вопросы и за то, что зовете меня. Я всегда в вашем распоряжении. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова